МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о государственных языках Республики Татарстан, о том, как сберечь национальный мир и согласие. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страсти по татарскому. Самое страшное вот это вот деление по национальному признаку. Прокуратура наступает, общественность протестует. Прокуратура наступает, что не было. Власти просят не нагнетать обстановку. Россия, они имеют для вторых этапов. Мы вспомним все, обсудим ситуацию с экспертами, покажем опыт зарубежной и соседней Чувашии. Смотрите сегодня в программе «Семь дней». Полная струсть и вред, если кто-то где-то запрещает в многонациональной стране изучать родную язык. Мы снова вернулись в 90-е. Как можно было сделать так, чтобы общество разделилось? Кому дано право покушаться на национальный мир в республике? Эти риторические вопросы, которые президент Татарстана, гарант Конституции Рустам Миниханов, задал на заседании Госсовета Татарстана на этой неделе, пожалуй, наиболее точно отразили чувства всех татарстанцев. Мы воочию увидели, как топорные, непродуманные, и, как сказал Минтимир Шаймеев, в некоторых случаях аморальные действия чуть не взорвали спокойствие в республике, где десятилетиями культивировался, по кирпичикам строился национальный мир, где всегда очень скрупулезно, очень осторожно подходили к любым вопросам, связанным с отношениями представителей разных народов и культур. Такое ощущение, что кто-то специально, по злому умыслу, пытался вновь запалить пожар ненависти и национальной нетерпимости. Но знаете, что меня радует? Большинство жителей Татарстана очень хорошо понимают цену межнационального согласия, понимают, что изучение двух государственных языков это не только проблема образования, а вопрос взаимопонимания между нашими детьми, вопрос сохранения мира и спокойствия в нашей многонациональной республике, да и во всей стране. Я еще раз подчеркну, многие родители и русские, и татары это понимают. Нет такой цены, которую нельзя заплатить за счастливое, спокойное будущее наших детей. Количество часов, методики, это потом, это мы отработаем, доведем до нужных стандартов. Это решаемые вопросы. Но когда некоторые родители заявляют, что моему ребенку второй государственный язык не нужен, что он мешает их любимому чаду хорошо учиться, у меня ощущение, что это говорят малообразованные люди, которые не могут поднять голову от своей, простите, миски и посмотреть чуть дальше своих сиюминутных интересов. А что будем делать, если вырастим Иванов и Хамитов, не понимающих и не слышащих друг друга, считающих, что во всех бедах виноваты люди с крестиком на шее или тюбетейкой на голове? Вот что по-настоящему страшно, и чего мы никогда не должны допустить. Образование – это очень чувствительная и тонкая сфера. Тем более нельзя позволять никому вторгаться в учебный процесс кованым сапогом. Об этом говорили на заседании Государственного совета. 25 директоров школ с огромной тревогой рассказали о том, что до 22 часов ночи им звонят из прокуратуры, не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Обращений к депутатам немало и от директоров казанских школ, районов республики, от родственников, от родителей. В школах республики идет прокурорская проверка. Директоров вызывают в прокуратуру, требуют изменить учебные программы. Директорам и завучим школ дают шаблоны, каким должно быть расписание. Требуют убрать предмет татарский язык и заменить его на родной язык, что, как вы понимаете, далеко не одно и то же. Начались родительские собрания, на которых детей должны поделить по национальности. Лучшего способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь. Как можно изменить учебный план в процессе учебного года? Наши корреспонденты решили своими глазами увидеть тот кошмар, который творится в школах. И убедились, что все сказано на сессии заместителем председателя Госсовета Римы Ратниковой чистая правда. Мы живем директором. Это откровение классного руководителя и учителя татарского языка одной из школ Казани даже у людей, далеких от системы образования, вызывает невольный шок. Это уже апогей развития событий. То, что творилось на этой неделе в школах, не поддается никакому разумному объяснению. Когда источник знания, как нас всех когда-то учили, книга, учебник по татарскому языку становится запрещенной литературой. Учебник нужно собрать, чтобы дети, ученики домой не приходили с учебниками. Информация о том, что на учителей татарского языка уже несколько месяцев идет самое настоящее давление со стороны надзорных органов, заполонила интернет. Беспрецедентная по своим масштабам проверка дошла до того, что на рядовых учителей начали собирать сведения для их передачи в соответствующие структуры. Как сегодня оцените ситуацию, при которой около полутора тысяч учителей остаются напряженной ситуацией? Как сегодня среди года прервать нагрузку, которая была определена? Мы два месяца находимся самостоятельно наедине с этой проблемой. И какой был вот такой серьезный повод для того, чтобы коренным образом в течение недели изменить полностью все то, что у нас сложилось в образовательных организациях на протяжении многих лет? Но прокуратура оставалась глухой и равнодушной к мольбам и жалобам директоров школ, которые сами стали заложниками ситуации. С одной стороны, нужно исполнять требования государственных мужей, с другой стороны, оставаться людьми. Ведь им поручалось решить судьбы сотен преподавателей татарского языка по всей республике. Уже к началу ноября прокуратура потребовала изменить учебные планы и ввести их в образовательный процесс. А это значит сократить часы преподавания татарского языка и, соответственно, уменьшить нагрузку. В ряде школ Татарстана учителям уже предложили начать искать другую работу. В школах поздно вечером с закрытыми дверьми начали проводить экстренные родительские собрания, где родители наспех должны были сделать выбор, изучать татарский язык как родной в школе или нет. В некоторой школе вместо татарского родителям предлагали новый учебный предмет «История родного края» выкинуть татарский язык из расписания и перейти на пятидневку. Родительское сообщество тут же разделилось на два лагеря. А вопрос, касающийся образования, перерос в ярую политическую дискуссию. Прокуратура фактически занимается не своим делом, расшатывает мир и стабильность в республике Татарстан, потому что 25 лет никого эти вопросы не волновали. А сейчас просто воткнули эту палку и начали тормошить здесь. В общем-то. Самое страшное во всем этом, это ведь даже не вот эти бумаги, самое страшное вот это вот деление по национальному признаку, самое страшное, что пытаются поссорить татар с русскими. Вот хуже этого быть не может. То есть не надо инициировать это, что ты татарин, а я русский. Вот что в сетях сейчас читаешь, и вот треть комментариев, ты татарин, ты дурак, ты русский, ты дурак. Это страшно. Вот именно вот этого нельзя допускать. Надо делать максимально мягко, вот так, как действовал Казах Шаймеев. Еще 25 сентября Казанская городская прокуратура начала устраивать проверки в учебных заведениях. Сегодня уже можно сказать, что практически все школы в Татарстане получили вот такое представление со стороны прокуратуры. Сколько же на самом деле было школ, куда как раз и были отправлены вот эти документы, сказать до сих пор невозможно, потому что нет точной информации, нет точных данных. Но известно только одно, что все эти документы написаны как будто бы под копирку. В них изменили только нумерацию школ. Но самое интересное, что принять меры и наказать виновных, такой наказ прокуратуры получили даже те школы, куда сотрудники ведомства не заходили вовсе. Без суда установлено, что нарушено и кто виноват. Нарушено, сказано, решить о привлечении виновных к ответственности. Уже известно, кто виноват. Зам. директора по учебной работе. Виноват и зам. директора по учебной работе, и зам. директора по национальному образованию. Люди, которые выполняли мой приказ. Уж если виноват, то я. Я не снимаю себе ответственность, потому что наши дети учат тарский язык. Я это считаю правильным, я считаю, что это должно так быть. В отличие от многих директоров школ, администрация этого учебного заведения смогла сохранить хладнокровие, не предприняв никаких попыток в угоду проводимой компании. Директор школы не проводил родительских собраний, не собирал подписи, не менял расписаний, не притеснял педагогов, а начал готовить информацию, чтобы довести это дело до суда. Татарский язык – это язык моей мамы. Я, конечно же, буду отстаивать изучать этот язык. В своих предписаниях прокуратура опирается на федеральный образовательный стандарт. Это подзаконный акт, в котором действительно к числу обязательных дисциплин государственные языки республик не отнесены. Государственные языки отождествляются с дисциплиной родной язык, а потому не прописано их обязательное изучение. Но стоит отметить, что стандарты – это не закон. Они созданы в помощь школам, а не им во вред. Потому носят не обязательный, а рекомендательный характер. Так называемые ФГОСы были приняты еще в 2009 году, и за прошедшие 8 лет никто не удосужился этот документ привести в порядок. Потому этот подзаконный акт противоречит закону об образовании и Конституции России, и Конституции Татарстана, где прописано обязательное изучение государственных языков. В ГОСТ это подзаконный акт, и мы обратились в суд с административным иском о приведении в соответствии вот этого подзаконного акта в соответствии с федеральным законодательством. Ответчиком у нас является Министерство образования и науки России. Но пока суд до дела, в защиту татарского языка и учителей поднялась вся татарская общественность. Интернет заполонили петиции, обращения к президенту написали представители и татарской интеллигенции. Академики, историки, политические деятели, журналисты это открытое письмо только за несколько дней подписали свыше 10 тысяч человек. У нас все сетуют, как бы смотрят в сторону президента. Что скажет президент? Он как бы наш лидер, политический лидер и частью духовный лидер, без спорта, за него проголосовало больше 80% людей. Но президент должен опираться на широкую общественную поддержку народную. Никто не сомневается в том, что сегодня необходимо ввести коррективы в процесс преподавания татарского языка. Это нормальный процесс, процесс эволюции. Необходимо усовершенствовать методику, возможно даже изменить количество часов. Работа в этом направлении уже ведется. Но изучение государственного языка в республике это то, что является константой, законным правом и обязанностью народов, населяющих Татарстан. Ельзира Юзаева, Роман Безменов, Хамид Шамсеев и Игорь Романов 7 дней. Реакция президента Татарстана Рустама Миниханова на ситуацию в школах республики была предсказуемо жесткой. Он потребовал прекратить оказывать давление на директоров школ, учителей и родителей, дать возможность педагогическим коллективам нормально работать. Руководство республики, подчеркнул президент, неоднократно на протяжении этих трех месяцев обращалось в надзорные органы, в соответствующее министерство, но не было услышано. И в результате ситуация зашла слишком далеко. Мы зашли все речур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было. Русский, татарин. И, конечно же, наверное, эта тема, она имела место, и ее надо было рассмотреть, но не в той форме. Ведь после того, как появился такой документ, мы, по моему поручению, создали рабочую группу, правительство и сегодня работает. Мы работали, в том числе, вместе с прокуратурой. И отстаивали, доказывали, поправляли наши ущепные планы с учетом тех требований, которые, или тех моментов, которые присутствовали. Я считаю, что эту работу надо было спокойно довести до конца. Я обращался и к прокурору, и к дистанции Швам. Я обращался и к генеральному прокурору, что нам нужно время, чтобы мы с Министерством образования Российской Федерации эту работу могли довести до конца. Объяснить людям. Но, к сожалению, я очень сожалею, что здесь виноватыми оказались директора школ. И я считаю, что это совершенно неправильно. Вина, как вот сказал депутат Рыбушкин, наверное, если есть у всех у нас, но не у директоров школ. Директора школ выполняли те инструкции или ту систему, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ это интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий вот такой, или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо, значит, по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Ведь, в принципе, надо же все это дело было продумать. Ведь, как получается, нам нужно было время, чтобы все эти вопросы... К сожалению, Министерство образования Российской Федерации не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения данного вопроса. и нельзя трактовать, кто кому как вздумается. Но как может быть государственный язык добровольный? Нигде в мире такого нет. Если есть это в мире, покажите добровольный. Да, он добровольный. В Швейцарии ты из четырех языков выбираешь два языка. У нас нет такого. У нас один язык государственный нашего субъекта. И я согласен. Нам надо работать над методикой, над количеством часов, чтобы нагрузка для детей и все эти остальные. Мы эти вопросы понимаем и мы эту работу ведем. Значит, я бы просил, во-первых, депутатский корпус. Этот вопрос, значит, мы в процессе обсуждения и у нас, наверное, будут итоги нашей работы с министерством образования. Мы вам доложим, как работа идет. Если кто-то хочет сказать, что там президент республики не реагирует, не занимается, я работаю над этим вопросом и не надо ее политизировать. Она чересчур уже вышла за пределы. Сейчас уже, значит, оппозиционные как бы структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими татарами. Разве это можно позволить у нас? Значит, я обращаюсь к вам, как прокурор республики. Ведь, по большому счету, я вам говорил, если у вас есть претензии, обращайтесь ко мне, привлекайте меня, привлекайте Мухаммедшин. Но зачем директоров школ терроризировать? И если вы дали предписание, ну зачем это же наши люди? Ну как можно вот таким образом работать с людьми? Ну, это ваше право, вы дали свои предписания, мы их должны выполнять. Но вы дайте предписание нам, спросите с этих депутатов, спросите с меня. Мы знаем, что много что надо нам поменять. Вы же знаете, какие документы мы подготовили. Мы этот вопрос с вами открыто обсуждаем. И никто это не скрывает. Но сегодня мы уже зашли чересчур далеко. Если мы сегодня еще на заседании государства совета будем нагнетать эту ситуацию, я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с министерством образования наши вопросы. Потом мы доложим перед уважаемым депутатом. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Если получилось, какие нужны будут изменения? Я обращаюсь и к вам, чтобы этот вопрос мы сегодня не обсуждали. Нам нужно время, чтобы мы довели до логического завершения ту работу, которую ведем. Вот вчера очень хорошая встреча и мероприятие было на базе ассамблеи. Значит, они тоже поддержали ту схему, которую наработало правительство. Ильдус 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 Я прошу директорам школ вопросов пока не должно быть. Мы отработаем и перед вами тоже отчитаемся. Мы тоже такие же люди, которые отвечают перед главой государства. Поэтому только вы в один момент все изменить силовым методом не должны. Вы и так уже породили столько напряжения. хотя договоренность была такая, что нам нужно время и мы эти вопросы в рабочем порядке вместе с вами будем наводить порядок. Я считаю, что здесь вы должны подсказать тем руководителям, которые в районах и городах, они должны соблюдать этикет. К директорам школам так относиться нельзя. завтра я должен с ними организовывать выборы. Это преддверие выборов разве такие вещи можно делать? Значит, мы все законы Российской Федерации будем выполнять, но законы каждый по-своему не должен трактовать. Есть закон, есть Конституция России, есть Конституция Республики, есть закон Республики Татарстан, который принят. 20 с лишним лет мы этими законами жили и работали. Наверное, надо было внести некие коррективы и изменения. Мы согласны. Мы же не оспариваем количество русского языка. Ведь почему получилось, что родной язык перебирали за счет татарского? Потому что в федеральном стандарте сократили количество татарского языка. И конечно же неоднократно это и поднималось. В счастье изучение методик изучения государства языка здесь есть конечно вопросы и к нам. Мы это тоже принимаем. Поэтому я очень прошу сегодня не нагнетать ситуацию, она и так сегодня вот кому интересно расшатать стабильность. Значит это же не только татарстан и косы. Огромное количество обращений со стороны татар, которые значит они тоже следят за этими вопросами. Поэтому нам надо выдержанно вот этот путь завершить до конца. Значит и тем самым главное обеспечить стабильность, чтобы у нас не было вот никакого раздрая. Ну как можем татарин, русский там класс разделять или другие вещи. Это вообще неприемлемо. республика всегда отличалась стабильностью. Поэтому с учетом этого сегодняшнее обсуждение я бы просил перенести и я думаю что у нас будет в ближайшее время что сказать и привести там необходимую работу до логического завершения. Государственный советник, первый президент Татарстана Митимир Шаймиев вообще призвал не трогать до лета учебный процесс и обсудить необходимые изменения на августовском педагогическом совете. Поддерживая постановку вопроса высказывание информацию президента республики ваша и в целом озабоченность всего парламента и всего народа республики у меня есть пожелание в ходе работы которая сейчас она проводится вами значит один момент неукоснительным с моей точки зрения должно соблюдаться ведь 25-летие Конституции Татарстана в этом году на будущий год 25-летие Конституции Российской Федерации в той и Российской Конституции и Татарстанской Конституции безупречно написано соответствующие статьи мы соблюдая эти статьи 25 лет работали какая необходимость в течение ущипного года наскоком я не знаю какие мотивы даже не вникая в них это аморально значит покушаться сейчас как говорится на весь воспитательный ущипно-воспитательный процесс мы обучаем в школах с утра до ночи как говорится годами и десятилетиями во все времена добро значит терпимости и так далее и так далее как будто специально значит научители которые несут грамоту и воспитательный процесс и учащихся учащихся тоже у нас подготовленные значит действительно политизируем их уже это я к чему это говорю в основу пожелание такое в течение ущипного этого года не затрагивать эти вопросы продолжать ту работу которая значит сейчас ведется потому что она я думаю что выйдет на определенный конструктив о чем мы говорили всегда договаривались и находить договоренность и мы должны уже августовскому совещанию наступающего года суметь быть в состоянии доложить о стандартах и так далее и как будем дальше действовать сейчас что-либо менять это невозможно просто 25 лет работали и вдруг значит в середине ущипного года взяться за разрушение что случилось или что случится случится значит за несколько дней то что после выступления Владимира Владимировича Путина он проявил я еще раз хочу сказать озабоченность действительно состоянии государственного русского языка прежде всего при этом значит поддерживая обучение на родных языках почему это делается вот такой перегонку поэтому в основу пожеланий такое в течение до конца учебного года продолжая конструктивную работу не затрагивает учебный процесс о каких статьях конституции российской федерации говорил государственный советник республики татарстан ментимир шаймиев некоторым федеральным чиновникам не грех туда почаще заглядывать статья 26 гласит каждый имеет право на пользование родным языком на свободный выбор языка общения воспитания обучения и творчества вот-вот потирают руки противники изучения второго государственного языка в татарстане видите свободный выбор подождите читайте внимательно эта статья закрепляет права каждого гражданина на пользование языком изучение родного языка никто не спорит но есть понятие государственных языков есть понятие обязанностей каждого гражданина и татары и русские и чуваши и якуты обязаны знать государственный язык согласны никто не спорит слава богу аллаху слава всем богам тогда идем в статье 68 конституции российской федерации где четко записано государственным языком российской федерации на всей ее территории является русский язык замечательно и дальше внимание республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти органах местного самоуправления государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком российской федерации российская федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка создание условий для его изучения и развития какие еще могут быть трактовки подходы мнения все граждане россии обязаны знать государственный язык республики вправе устанавливать свои государственные языки они должны употребляться во всех государственных учреждениях жители республик следовательно должны знать государственные языки а как же иначе школы являются государственными образовательными учреждениями конечно пока вроде никто не отделял их от государства следовательно государственные языки Национальных республик согласно Конституции России должны изучаться в школах наряду с государственным языком Российской Федерации всеми учащимися. По-другому быть не может, если в республике есть свой государственный язык. Это же основной закон. Конституция Татарстана в 25-летии, который мы отметили на этой неделе, говорит о том же. Никто не имеет права нарушать Конституцию. Ни президент, ни прокурор, ни министр образования. И в школах Татарстана этот закон неукоснительно соблюдался. Представляете нонсенс? Прокуроры на местах угрожали привлечь к ответственности директоров за исполнение Конституции Татарстана и России. Правильно сказал наш президент Рустам Миниханов. Привлекайте меня к ответственности как гаранта Конституции. Не трогайте учителей. И еще один вывод. Все требования к родителям писать какие-то бумажки о согласии на изучение какого-то из государственных языков, как и отказ родителей изучать один из государственных языков, на мой взгляд, являются антиконституционными, незаконными. Все государственные образовательные стандарты Российской Федерации нужно привести в соответствии с Конституцией России. А они ее постоянно нарушают. Там нет понятия второго государственного языка. Вот что нам сказал в эксклюзивном интервью в канун юбилея Конституции Татарстана государственный советник Ментимир Шаймиев. По объему преподавания. Татарский язык тоже государственный язык для Татарстана. И это соответствует Конституции Российской Федерации. Потому что Конституции Российской Федерации сказано, значит, этот республик, родной язык устанавливается ими, может быть, устанавливается как государственный язык. Это все в пределах правого поля. В механизме вопросы есть. Над этим мы сейчас также работаем. Значит, сказать, что безупречен вот все это и нет работы, я бы так не сказал. Работа действительно нужна. Но не в ущерб ни русскому языку, ни, в данном случае, ни татарскому языку. Я должен сказать, что и с учетом языков народов и других народов, других национальностей, которые есть в республике. Государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев особо подчеркнул, что надо учитывать мнение родителей и обучение языкам в школах поднять на совершенно новый качественный уровень. В результате выпускники общеобразовательных учреждений должны знать свободно минимум три языка. Мы школы должны сделать привлекательными. Этим очень многое, ну, я считаю, заложен смысл в это слово, в данном случае, в это говорящем мною. Привлекательным мы должны делать. И обучение татарскому языку, я должен сказать, значит, мы еще практически не занимаемся только выборочно. Что стоит вообще, значит, ребенку в наше время, молодому организму, молодым мозгам, значит, владеть хотя бы тремя языками свободно. Почему мы не можем такие задачи ставить перед собой? Что такое три языка? Хороший учитель попался, например, мы с чисто татарской школы, я сам учился, чисто татарской школы, учитель немецкого языка. Чему он учил, по-моему, я до всех запятой помню до сих пор. И, как говорится, не пропаду уже по немецкому языку, учить как угодно форму, я к чему говорю. Молодому поколению, ребенку, значит, три языка, это минимум даже. Я в данном случае не говорю о реализации конституционных прав. Я к тому, чтобы, выполняя требования конституции, соблюдение и российской, и татарстанской конституции, в этих вопросах, мы должны найти, сделать процесс обучения детей любой национальности привлекательными. Родители, чтобы только благодарили нас, власти. Это реально, это не утопия. И это возможно сделать. Сделать. Проблемы изучения государственных языков в школе мы решили обсудить с родителями. Сегодня у нас в гостях Нина Максимова, член родительского комитета 6-го Г класса школы номер 165, и главная мама очаровательной дочки-школьницы. Здравствуйте, Нина Евгеньевна. Здравствуйте. Ну, расскажите, что сейчас происходит в школе? В начале минувшей недели нам предложили написать заявление, выбираем ли мы в качестве изучения татарский язык или русский язык. При этом нам сразу объяснили ситуацию. Моя дочь учится в 6-м классе, и поэтому до сих пор у них было 6 часов татарского языка в неделю. Эти 6 часов разделили пополам, 3 часа отошли к обязательному русскому, а вот оставшиеся 3 часа как раз и предлагается выбрать, что же дальше будет изучать ребенок. И, как оказалось, абсолютное большинство родителей хотят, чтобы ребенок продолжал изучать татарский язык. Ну, конкретно в вашем классе, вот сколько процентов родителей считают, что татарский язык их ребенку нужен? Я имею в виду русскоязычных родителей. 90% родителей. 90% родителей за татарский язык? Да, да, конечно, абсолютно. Причем на вопрос, почему, ответ был, что называется, без раздумий и без лукавства. Ну, совсем без татарского нельзя, сказали русскоговорящие мамочки. Ведь мы живем в Татарстане, они прекрасно понимают, что татарский язык нужен ребенку, чтобы понимать друзей, чтобы понимать взрослых, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мире, в Казани, в Татарстане. Сегодня, когда говорят, например, о национальном самосознании, мне все время хочется заменить на татарстанское самосознание. Не надо нас делить. Мы все живем в этом Татарстане, и давным-давно русскоговорящие семьи тоже уже включились в эту среду, в эту атмосферу, и они не представляют своей жизни без татарского. Они же понимают, что хотя бы где-то, но ребенок это услышит. Кто-то к нему по-татарски обратится. И он, конечно, будет стесняться, что он, живя в Татарстане, не понимает вопрос. Поэтому татарский нужен, безусловно, с этим никто не спорит. Абсолютное большинство родителей, в том числе русскоговорящие семьи, выбрали татарский именно исходя из этого принципа. Более того, и дети из русскоговорящих семей сказали, как, совсем не будет татарского? Ну нет, немножко надо. Нина Евгеньевна, вы не представляете, ваши слова для меня как масло на сердце. Потому что это очень важно, что у нас в Татарстане, как вы сказали, появилось вот это особое татарстанское самосознание. Это просто, ну, для меня это новый термин. Спасибо, что вы мне его подсказали. Теперь я буду использовать в своих программах. Вот это татарстанское самосознание, это желание людей понимать друг друга, понимать культуру людей, живущих рядом, это очень важно. Но все-таки, как вы считаете, что нужно изменить в преподавании татарского языка? Как сделать его лучше, привлекательнее для детей, и особенно для русскоязычных детей? Ну, нюансов, конечно, много. Это и вопрос методики, и вопрос учебника. Из класса в класс в русскоговорящих семьях сталкиваются с проблемой подготовки домашнего задания. Может быть, на уроке ребенку даже и нравится изучать татарский. И мы это видим, действительно, дети с урока выходят вдохновленные, потому что учительница объяснила, и вроде бы все стало понятно, но они приходят домой. Учебник татарского языка от и до написан на татарском. Задание к тому или иному упражнению сформулировано от и до на татарском языке, и мы его не понимаем. Из года в год мы просим учителей, пожалуйста, записывайте задание к каждому упражнению в дневнике по-русски. Ну, казалось бы, элементарная вещь, не говоря уже о том, что зачастую сделать его сложновато. Ну, условно, чтобы сделать упражнение на странице 10, материала предыдущих 9 страниц недостаточно. Явно нужно знать больше. А у ребенка этой базы знаний почему-то нет. То есть словарный запас задания должен соответствовать тем урокам, которые прошли до этого, а не выходить далеко за рамки его пределов, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно сделать это задание. У вас правильно понимаю? Конечно, конечно. Нельзя отходить от самого языка. Система формообразования татарского языка затрудняет работу со словарем. Мы почти ни одно слово в словаре это найти не можем, потому что оно не в начальной форме. И русскоговорящему ребенку становится еще сложнее. Казалось бы, чего проще? Взять методику преподавания любого иностранного и перенести ее на татарский. Но почему-то до сих пор не получается. И самое главное, что учителя татарского, как люди татароговорящие, да, и, видимо, это люди, которые говорят на татарском и в семье, и со знакомыми, и так далее, они все равно не всегда понимают, что русскоговорящие детки учат этот язык именно как иностранный, не владея никакой базой и никакой языковой интуицией, когда они нигде, кроме как на уроке, этот язык не слышат. Отсюда, конечно, возникают проблемы, и из года в год они накапливаются, как снежный ком, и, естественно, формируют определенные эмоциональные отношения и у родителей, и у детей. Но все равно, при всем при этом, и это особенно дорого, конечно, когда и дети, и родители говорят, что да, мы хотим изучать татарский язык, я думаю, что это важно. Мы недавно с группой деток ходили в музей Каюма-Насыри, и когда экскурсовод рассказывал про учебник Каюма-Насыри, по которому русские могли учить татарский, а татары русские, глазки загорелись у всех, и у русских, и у татар, мы хотим такой учебник, где он, сказали дети. Вот и ответ на все вопросы. Им интересно, они с удовольствием будут учить, если им покажут, как это делать, если они начнут его понимать, а не просто изо дня в день звонить татароговорящим друзьям и просить помочь с заданием. Большое спасибо, Нина Евгеньевна. Мне, честно сказать, нечего добавить, потому что я уверен, что сегодня существуют методики преподавания любого языка, как разговорного, как языка разговорной практики, которая позволяет быстро научиться общаться, а не читать длинные тексты и не заниматься лингвистическими разборами. Вот, пожалуй, для многих русскоязычных детей татарский язык должен стать языком общения, прежде всего, языком игры, языком увлекательных путешествий. Тогда это будет интересно. Мы будем только рады. Ну, еще раз вам большое спасибо. Я желаю вам и вашей дочери больших успехов, счастья. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, проводим нашего гостя и продолжим программу. Далее, в семи днях, как в соседней Чувашии отстаивают статус государственного чувашского языка. Не языки воюют. Языки, религии – это только повод. Язык, который расширяет границы мира. Как татарский стал родным для жителей разных национальностей в республике. Мы продолжаем программу «Семь дней». Давайте вспомним историю. Это уже более чем известный кадр выступления Владимира Путина на торжественном собрании, посвященном тысячелетию Казани. Мы все помним, как наш президент тогда блеснул знаниями татарского и разом покорил сердца всех татарстанцев. Осмелюсь, попробую произнести эти несколько слов на татарском языке. Казанин Мен Йеллык Язмышинда Россиянен и химиятле тарихи этаплары чегылыш тапкан. Это еще не все, что я имею. Казанин Мен Йеллык Язмышинда 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 Казанин Мен Йеллык Язмышиня Для тех, кто только начинает учить татарский язык и не все понял, что я сказал, я бы хотел остановиться только на одной мысли из того, что сейчас прозвучало. Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого, исплоченного народа России. Хочется воскликнуть, я бы татарский выучил только за то, что на нем разговаривал Путин. Посудите сами, президент страны находит время в своем плотном графике, готовится, учит совершенно незнакомый для себя текст, чтобы на родном для многих жителей Татарстана языке высказать свое уважение татарскому народу и подчеркнуть его вклад в становление российской государственности. Это пример для подражания некоторым нашим родителям, которые не хотят, чтобы их дети учили второй государственный язык. Это пример истинно государственного подхода к национальному вопросу. Это пример величия и великодушия президента огромной страны, который всегда умел находить правильное решение сложнейших задач. При этом подчеркнем, Владимир Владимирович всегда был последователен своей позиции по вопросу изучения национальных языков. Вспомним август 2002 года. Полная дурь. Полная дурь и вред, если кто-то где-то запрещает в многонациональной стране изучать родную язык. Или препятствует этому абсолютно недопустимо, вредно для страны в целом. Невозможно не согласиться. Дурь полная. Просто иногда действия слишком ярых исполнителей поручений приводят к обратному результату. Кстати, проблема сохранения национальных языков актуальна для многих стран мира. И нам тут есть чему поучиться. В своем выступлении на заседании Госсовета Татарстана на этой неделе президент Татарстана Рустам Мениханов упомянул опыт Швейцарии. В небольшом, по нашим меркам, европейском государстве проживают представители сотен национальностей. Но основные из них четыре. Вот посмотрите на карту Швейцарии. Эта страна как будто соткана из разных кусков ткани. Зеленым цветом отмечена франкоязычная часть Швейцарии. Желтым немецкая ее часть. На территориях, помеченных синим, живут в основном итальянцы. Красным ретароманцы. В Швейцарии представьте себе четыре государственных языка. Французский, немецкий, итальянский и ретароманский. И так уж сложилось, что невозможно жить в этой стране со знанием одного лишь языка. Поэтому во всех, без исключения государственных школах Швейцарии, дети помимо родного для себя языка изучают в обязательном порядке еще один обязательный государственный язык. Мы посмотрим сегодня, как эта государственная политика реализуется на практике на примере одного из кантонов Швейцарии. Из Женевы. Репортаж Михаила Любимова. Привела меня в душевное изумление. Я хотел бы здесь умереть, а еще больше жить. Это не я сказал, это Фридрих Ницше сказал, однажды побывав в Женеве. Ну и как с ним не согласиться? Действительно, женевцы, да и вообще швейцарцы, живут, ну, отвратительно хорошо. И весь мир смотрит на них и поражается. Как так? Не имея никаких полезных ископаемых, они умудряются добывать золото буквально из всего. Дело в том, что главное богатство швейцарцев совсем не в их отлаженной банковской системе или в их точнейших часовых механизмах. Главное богатство в тех языковых и культурных различиях народов, которые живут в этой стране. Это самая настоящая мини-Европа. Такого нет более ни в одной другой европейской стране. Этот уличный музыкант не знает название этой песни. Ему все равно, откуда она. Он космополит, как и все в этом городе. Женева не только самый дорогой, но и самый разношерстный город в Европе. Вы услышите здесь по большей части французскую речь, но звучать она будет в устах представителей сотен национальностей этой части Швейцарии. Обратитесь к любому человеку на улице, на любом государственном языке, и вы увидите, вам ответят. Любой ребенок в этой стране полиглот. Вот как в этой русской школе. Русские дети ходят сюда после занятий в обычной государственной школе. Русский здесь как факультатив. Они уже знают по 3-4 языка каждый. Нет, но я знаю 3 языка уже. Уже 3? Значит, я уже учу 4. А какие языки ты знаешь сейчас? Русский, английский, французский. Сейчас я учу китайский. Но ты бы хотела знать еще и немецкий язык? Да. А зачем тебе столько языков? Ну, чтобы со всеми общаться. Здесь вообще ничего делать со знанием одного языка. Просто в этой стране особенность в том, что все говорят на разных языках. На детской площадке вы услышите итальянский, услышите французский, английский, немецкий, турецкий. Все языки. То есть, что важно, что у детей нет страха перед изучением нового языка. Правила, они здесь для всех. Вот эта семья совсем недавно приехала в Женеву из Непала на ПМЖ. Пришли в обычную государственную школу. Владеют только английским. И вот послушайте, что им говорят. Ваш ребенок в течение года будет проходить у нас дополнительный интенсивный курс французского языка, окей? Но это не все. Все. Одновременно он также начнет изучать и немецкий язык. У нас тут, знаете ли, такие правила. О, да, конечно, говорят мигранты. Мы же знали, куда ехали. Так что же они знали? А вот что. Любой ученик любой государственной школы в кантоне Женева, как и в любом другом кантоне, то бишь области страны, обязан изучать три языка. В кантоне Женева это родной французский и обязательно второй государственный язык. Немецкий плюс иностранный, английский. Так везде. Языки лишь меняются местами. В кантоне Берн, например, где большинство немцы, первый немецкий, второй французский. Смысл тот же. Два языка страны минимум. У нас в Швейцарии общество очень многоязычное. Четыре госязыка. Немецкий из них самый распространенный. Так что, если вы, живя здесь, в Женеве, во французской части, будете владеть одним только языком, вы просто не поймете страны, в которой живете. Два-два с половиной часа в неделю на неродной немецкий язык. Вообще-то и французский здесь родной далеко не для каждого. Посмотрите на этих детей. Найдите двух одинаковых. Здесь более ста национальностей. В одной только школе. Но правила одинаковы для всех. В том числе и для преподавателей. Не важно, какого предмета. Знать один язык в Швейцарии не педагогично. У нас обязательные требования. Любой педагог должен иметь хороший уровень немецкого языка. Иначе мы его просто не примем. С 2013 года у нас будет еще одно правило. Такое же требование в отношении английского. Если человек не владеет немецким и английским, он не может быть учителем. У этих детей просто не будет будущего, если они не выучат немецкий. Швейцарские банки и офисы крупных компаний просто не примут их на работу со знанием одного языка. Это знает здесь каждый. В том числе и вот этот женевец афганского происхождения. У нас тут огромное количество различных международных организаций и банков. И у всех у них одно условие. Мало владеть одним языком. Надо знать несколько, иначе работу себе не найдешь. Подобное было, кстати, и со мной, когда я устраивался на работу. Многие из этих детей просто не смогут получить хорошее образование, если они не выучат немецкий. Специфика страны такова. Здесь очень хороший Женевский университет. Есть в Лазанье великолепные учебные заведения. Соответственно, учеба там идет на французском. Но если они захотят поехать в Тюрих, там есть великолепный университет. То там обучение будет идти на немецком. И если они не знают и не владеют немецким языком, для них уменьшается возможность и шанс даже выбора университета. Этим детям никогда не занять сколько-нибудь важную государственную должность, если они не выучат немецкий. Хочешь быть чиновником и жить в Швейцарии? Подучи-ка сначала государственные языки. Все люди, которые занимают государственные должности, они владеют немецким первым. Все говорят на французском и на итальянском. Я просто сталкивалась с этим по работе даже. Совершенно верно, что они должны владеть всеми государственными языками. Моя дочь входит в нормальную образовательную школу. Это французский язык. В этом году она начала немецкий язык. Параллельно я ей учу, естественно, русскому языку. И плюс английский язык, который всемирно необходим. Детская комната этой женевской квартиры русских эмигрантов заставлена книгами на языках всех народов мира. Лилия, татарка по национальности, приехала сюда из Ульяновска. Ее дочь в скором времени будет знать четыре важнейших языка в ее жизни. И мать только рада тому. Я считаю, что если есть возможность научить ребенка несколькими языкам, что это только за, и родители просто должны дать это ребенку возможности, потому что это будущее, это будущее. А я дочь говорит на нескольких языках, и я считаю, что это огромный плюс. Вы знаете, мы заметили, что всем нравится изучать сразу несколько языков. И детям, и особенно родителям. Вы спрашиваете, не было ли сопротивления этому в обществе? Да что вы, у нас все только довольны. А дети как довольны, вы бы знали. Как можно быть недовольным, если твой ребенок владеет вместо одного языка? У него есть возможность выучить дополнительно, и ты за это не платишь. Он идет обязательно. Надо только радоваться, а не возмущаться. То есть здесь такого вопроса вообще не возникает, конечно. То есть языки – это очень-очень важно. Это открывает сознание. Знаменитый швейцарский герб и флаг, белый крест на красном фоне – это, в общем, и есть отображение тех основных четырех народностей и основных четырех языков Швейцарской конфедерации. Здесь не привыкли останавливаться на достигнутом. Вполне возможно, что вскоре еще одним символом Швейцарии станут горы. И это понятно здесь каждому. Вершины у гор разные, но основание у них одно. Но это основание и есть Швейцария. На этом основании она и стоит. Национальный мир здесь сохранять умеют. Михаил Любимов и Михаил Кусов. Семь дней Швейцария. Опыт Швейцарии наглядно демонстрирует важность изучения нескольких государственных языков в многонациональном государстве. Языки скрепляют страну, делают ее более привлекательной для своих граждан, способствуют ее гармоничному развитию. Для меня было приятным открытием, что в Татарстане за эти годы появилось молодое поколение, для которой слова «Конституция», «Договор с федеральным центром», «Статус государственного языка» – это не пустой звук. В современном языковом кризисе в Татарстане есть и положительная черта. Мы осознали, что нам нужно всегда быть готовыми защищать свои завоевания, суверенитет республики, федеративные отношения с центром, право на изучение второго государственного языка. У нас впереди огромная работа по развитию национальной культуры и образования. Но главное, у нас есть молодежь, которой не все равно, и которая готова, несмотря на все давление и угрозы репрессивных структур, стать грудью на защиту Конституции Татарстана. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, мы не могли не спросить у известных людей, экспертов, а что они думают по этой теме. Сергей Темляков постарался обобщить разные мнения. То, что татарский язык надо сохранять как государственный, это очевидно, однозначно, потому что это один из символов и столпов Татарстана, на котором держится вообще республика. Мы уж сильно упрощаем, но думаю, здесь есть и справедливость, что если не будет татарского языка, если не будет вот этой нашей республиканской идентичности, в скором времени не станет нашей республике. Люди нам говорят, вот, да, мы учим татарский язык, давайте, пусть появится еще много сфер, где можно его применять. Поэтому, я думаю, нам надо сделать выводы из этой ситуации и все вместе придумывать те формы, которые будет язык развивать. Для меня, поскольку я больше политикой занимался, важна эта политическая составляющая, чтобы никто не расшатал стабильность. Мы приняли, мы пришли к согласию, это в законах записали, Конституционный суд признал это все правильным. Зачем нам, какой смысл нарушать? Вопрос качества, он существует. Я всегда это говорил, что вопрос учебников, вот, самая большая беда у нас, это то, что филологи, они вот, как-то законсервировались в своих этих, каких-то суффиксах, префиксах и заморочили голову очень многим. Вот по тем учебникам я бы тоже татарский не выучил, понимаете? Вот этот вопрос есть, его надо обсуждать. Да, в республике Тарстан два государственных языка. И, казалось бы, и мне во всяком случае, я считаю, что это так, этот вопрос был решен 25 лет назад. Государственный язык предполагает, конечно же, обучение. Насильно, как показала практика, ничего не получается. А если получается, с очень маленьким эффектом. Приведу два примера, каждый из нас может привезти. Я английский изучал, так же, как и все мои сверстники, в школе 5-6 лет, в институте 2-3 года, в аспирантуре 2 года. И результат, я знаю, там два десятка слов, не более того. Но я вспоминаю и свое детство, когда все мои друзья, Раис, Наиль и Ильдус, общались на татарском языке, естественно. Я играл с ними, конечно же. Они были моими друзьями, да, общались, да, и только на татарах. До школы мы общались таким образом. Потом пошли в школу, и они перестали разговаривать в том объеме, и я перестал. Но те базовые данные все-таки отчасти остались. Поэтому тут надо выработать такие механизмы, которые бы поощряли к изучению. Поэтому если мы хотим, а мы это хотим, чтобы максимальное количество людей знали оба государственных языка, то надо, конечно, продумать вот эти вещи. И сейчас в спокойной обстановке, без политиканства и без митинговщины, без привлечения, значит, каких-то псевдоспециалистов, без этой блогосферы, я извиняюсь, блогеры есть разные, и так далее. Но спокойно обсудить эту проблему, точнее, даже не проблема, а вопросы технического, организационного характера. Может быть, мы обманулись на термин толерантность, так как толерантность означает терпимость. И сейчас мы видим, что кто-то высказывается против языка, и даже удивляешься той ненависти, такому порыву. То есть оказывается, что человек на самом деле терпел. Но, может быть, пора начать друг друга любить. Что же касается религиозного аспекта, то мы вспоминаем Всевышний Аллах, в суре Худжурат, говорит, «Инна джаальна кум шууба вакаба или литарафу» «Мы создали вас племенами, народами». Для чего? Для того, чтобы вы познавали друг друга. Не для того, чтобы вы растворились, исчезли, а сохранили свою национальность, свою идентичность, свой язык, культуру. И тем самым будет интересно друг друга познавать. Это очень важно. То есть мы понимаем, что Всевышний Господь, Он сам. Для чего-то же Он создал нас разными народами, племенами. Значит, мы должны сохранить свою культуру и обычаи. То, что этот вопрос касается каждого, показывают те события, бурные обсуждения в интернете, в школах, среди граждан, показывают, что вопрос касается всех, волнует каждого. Ассамблея народов Татарстана инициировала проведение некого собрания, где участвовали как раз люди, которые обладают легитимностью. Было много эмоций. Многие уходили со слезами на глазах с этого представительного собрания. Но что было удивительно, вот мне, как человеку, который это собрание вел, проголосовали все-таки единогласно. Под тем текстом обращения в Министерство образования Российской Федерации, где вот пункты об обязательном сохранении, об изучении татарского языка. Хочу сказать слова благодарности нашему народу Татарстана, который действительно обладает многовековой мудростью, опытом совместного проживания, и, имея свое частное мнение, мы можем все-таки в критических, сложных ситуациях высказывать общее мнение. Мы живем в Татарстане. Вот здесь родился русский, мордва, чуваши. Разве тебе помешает, если ты будешь знать язык коренных народов? Это с какой-то степени, наверное, даже будет плюс. Посмотрите, у нас, например, в Нуландском районе есть села. Одна улица русская, другая татарская, третья чувашская. Тут мечеть стоит, тут храм стоит. Все дети вместе, они какого-то понимания, различия языков не знают. Дети знают и татарский, и чувашский, и русский. Потом создаются совместные семьи. Ну что, мы сейчас эту деревню начнем разделять, от того, что ты не хочешь ни учиться, давай не хочешь? Нет, это абсолютно глупо, никто этого не будет делать. Мы единственное просим одно, если ты татарин, будь добр, знай родной язык своего мамы, родителей, предков и передавай его из поколения в поколение. Другим националистам мы говорим, вы живете в Татарстане, наверное, вам будет в большей степени плюсом, если вы будете понимать, а еще лучше разговаривать на татарском языке, потому что ты находишься в этой среде, просто будет комфортно. Других вариантов я здесь не вижу. Татарстан, безусловно, не единственный национальный регион России, где язык титульной нации преподается в школах в качестве государственного языка этой территории в обязательном порядке. Нам с вами и далеко ходить не нужно. В 150 километрах от Казани город Чебоксары, столица Чувашской республики. Посмотрим на статью 8 Конституции этой республики. Государственными языками Чувашской республики являются чувашский и русский языки. А вот статья 7 Закона о языках Чувашской республики. Пункт 2. Чувашский и русский языки как государственные языки Чувашской республики преподаются и изучаются в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской республики. То есть, все как у нас. В школах Чувашии 3 часа чувашского языка в неделю. Для всех. Без исключения. А значит, последние новости на этом фронте должны были дойти и до них. Что думают Чувашии о заявлениях из Москвы? И опасаются ли перемен? Из Чебоксар наши корреспонденты. В России много национальных республик. Однако Чувашию, если не считать Кавказские республики, где своя специфика, наверное, можно назвать самой национальной республикой в нашей стране. Потому что русских здесь, например, 26%, а Чувашии 70%. Такого большого представительства титульной нации нет ни у нас в Татарстане, как известно, ни тем более в соседних здесь республиках Мариэл и Мордовии, где ситуация вообще диаметрально противоположная. Кто его знает, поэтому или нет, но в Чувашии не было и нет сегодня каких-то особо острых ситуаций вокруг языковой политики местных властей. Хотя политика совершенно однозначная. Чувашский язык обязателен для всех школьников республики. Другое дело, что опасения за будущее есть. И вот тут мы очень похожи. Если у вашего ребенка в Чувашии пятидневная учебная неделя, значит у него два урока Чувашского. Если шестидневная, то три. Три урока Чувашского, так в большинстве школ. А теперь давайте углубимся. Три урока складываются вот из чего. Дети изучают язык, во-первых, как государственный. Этот предмет введен республиканскими властями. Он обязателен. И это один урок в неделю. Во-вторых, есть предмет родной язык. Он уже из федерального образовательного стандарта. Это два урока в неделю. Такова ситуация на сегодня, на эту минуту. Но уже сегодня в Чувашии собирают заявление с родителей на тот предмет, который справа. Таковы, говорят, требования федерального образовательного стандарта от 2015 года. Теоретически, русскоязычная, русская семья отказаться от этих двух уроков может, если родным посчитает русский язык. И останется один уже с нового года, с календарного нового года. Государственный Чувашский, он пока не зыблив. Практически. А вот практически, учитывая процент чувашского населения в республике, и ту мудрость, которую до сих пор проявляли родители школьников, случится это вряд ли. Будет все хорошо, потому что пока, по примеру нашей школы, никаких отказов не было ни от кого от изучения чувашского языка. Директор школы, конечно, не может знать, как поведут себя родители, но предполагать и в известной степени рассчитывать может. В Чувашии всем очевидно, что никаких повальных отказов от Чувашского не допустят ни школы, ни сами родители. Отсюда и оптимизм у министра, который говорит вот что. Мы не планируем сокращать преподавание чувашского языка в школах. Соответственно, и преподавателей мы не будем сокращать. Коренных изменений и преобразований больших у нас не планируется. Мы никогда не боимся остаться одни. Мы боимся, что мы не одни. Вот так и в Чувашии, и всюду повсеместно, люди опасаются, что они не одни в этой темной комнате. Темная она, потому что полной уверенности в будущем, после всего того, что сказано и сделано в последнее время со стороны Москвы, нет никакой и здесь тоже. Отсюда и громкие заявления от тех, кто способен их делать без особого для себя ущерба. Вот заявление Общества национально-культурного возрождения и реклех «Свобода». Республика имеет не только полное право, но и обязательство перед чувашской нацией защитить чувашский язык. В Чувашии, во всех, без исключения образовательных организациях, чувашский язык должен преподаваться как государственный. Недопустимо снижать уровень и время преподавания чувашского. У нас чувашский язык государственный, никак нельзя делать его факультативом. Это же бред, да? Государственный язык и преподавание его в школах делать каким-то факультативом на добровольной основе и так далее, ну это не может быть. Формальность хотя бы такая была и даже сейчас пытаются ее у нас отнять. Молодежь больше не лезет за словом в карман, но есть и люди с несоизмеримо большим опытом национального патриотизма. Вот последнее заявление Совета Старейшин Чувашии. Оно составлено куда более политически грамотно. Вдохновляясь поручением президента Путина по обеспечению изучения в школах национальных языков российских этносов, Совет заявляет, ущемление статусов языков коренных народов и условий их изучения считаем необоснованными. Написано очень сдержанно, но председатель Совета переводит нам это на народный язык. Душевная рана по языку. Это рана, это боль. Неродной язык для Чувашей, для татар, для морейцев – русский язык. А зачем? Прямо точно 70% изучать русский язык. Без него могут обойтись. Они друг друга не мешают. Не языки воюют. Не языки воюют. Языки, религии – это только повод, причина, за которую можно дергать и тревожить души людей. Я так думаю. Здравомыслящих людей, голос которых может быть не так слышен сегодня, в Чувашии, конечно, больше. Один из них перед нами. Александр Блинов, Чувашин, преподаватель Чувашского. Чувашского в том числе, потому что знает 7 языков. Татарский знает неплохо, но в число этих 7 даже не включает. И вот то, что он сейчас нам скажет, вроде бы банально и старо как мир. Но давайте вслушаемся. Это очень важно преподавать национальные языки в регионах. Это помогает сохранить язык. С другой стороны, когда все дети в обязательном порядке учат язык, не происходит разделение по национальному признаку. Психологически, как только мы начинаем разделять, начинают вот эти конфликты. Вот ты русский, я Чуваш, я Чуваш, ты русский. Это очень сильно обострится. Это приводит к обострению межнациональных взаимоотношений. Любой здравомыслящий человек понимает, что это плохо. И любой здравомыслящий человек должен размышлять, чтобы этого не допустить, должны приниматься определенные меры. Вот одна из этих мер, на мой взгляд, обязательно преподавание чувашского языка, так же, как и татарского. На одной из самых известных площадей Чебоксар, на Красной, кстати, площади, стоит вот этот камень. Это рунный камень. Гранитная плита с изображением древних чувашских символов, древнего забытого языка, все же расшифрованного современниками. Памятник этот получил свое название – символ мудрости. Естественно, со временем этот памятник, этот символ мудрости, оброс легендами, считается, что если потереть какой-нибудь символ, загадать желание, оно непременно сбудется. Здесь много этих символов. Память о прошлом, национальное самосознание, созидание, помощь, чаша любви, материнство, приумножение рода, стремление ввысь. Много. Но нам в глаза, в первую очередь, бросились вот эти два. Заметьте, как они похожи, и при этом они имеют диаметрально противоположные значения. Состязание, противостояние, соглашение и примирение. Действительно, от одного до другого как бы всего один шаг. Но поскольку и здесь чуваши, и у нас, в Татарстане, все-таки рассчитывают на некий компромисс по нашей тематике, то, естественно, мы выбираем вот этот символ. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Чебоксары. Чувашская республика. Завершить эту программу мы бы хотели на позитивной ноте. В республике и сегодня многое делается для изучения всех языков. Сказать, что татарский язык не воспринимается жителями других национальностей, это уж, извините, как говорил президент России Владимир Путин, полная дурь. Светлана Спирина все расскажет и покажет вам на конкретных примерах. А можно на Лингала их эксеза Матур Кызлар попробовать перевести? Говорит еще только учится, а поет на татарском уже год. Как я могу жить с татарами и не попытаться говорить привет на татарских месяц, как калар, и бе, вот все это, потом салбу, вот салбу. Оливер Мукенди, студент из Демократической республики Конго, приехал в Татарстан шесть лет назад. Тринадцатый ребенок из семнадцати в семье. Единственный получает высшее образование в России. Владеет французским, английским, русскими языками. Теперь взялся за татарский. Признается, сложный язык, петь на нем легче. Гражданин одной из самых беднейших стран мира стал по-настоящему богатым здесь. Новый язык открыл ему новый мир. Намного больше богат, потому что я много чего знаю. Я в России, да, вот границу. Есть дом дружбы народов. А один раз меня пригласили туда. Первый раз находится такой атмосфер, и все говорят на своем. Вот там вообще мне как кошмар, где я вот, какой мир я приехал вообще здесь. А когда начинают привлекаться с ними вообще, все нормально, все нормально, все нормально. Мы начали как обмен, да, культур. Я покажу, что у меня есть. Они тоже мне показывают, что у них есть. Что у них основа, какие богатства у них есть культуры. Чувствует себя своим в Татарстане. Обожает татарскую публику. Оливер мечтал стать летчиком, но будет инженером. Мечтает стать звездой татарской эстрады. Кто знает. Тай бог, вот, да. Аллахамирса. Село Большие Ключи, что в Зеленодольском районе. Русское село. Его называли еще несколько лет назад. Сегодня в согласии здесь живут представители многих национальностей. Элибели, Элибей. Элибели, Элибей. Семья Егоровых соседям рада. Гостеприимство выразили не только улыбкой. Стали изучать татарский язык вместе с детьми. Жей, кенека, яшка, с дыра. Елгадар, сусалкэн. В речках вода какая? Холодная. Холодная. Карбыс, неща сунтера? Карбыс, он сунтера. Минабер карбыс, берег зале? Яры. Мин, они, эти... Близлежащие деревни, соседи, большинство тоже татарской национальности. Поэтому как-то элементарно изъяснить свою просьбу, что-то спросить, ответить на вопрос. Я думаю, что это необходимо как нам, так и нашим детям. Вот так и изучают татарский язык всей семьей. Помогают соседи. Так получилось, что татарский стал для них пусть и вторым, но родным языком. Родным татарский считает для себя и семья Юнусовых, наряду с чувашским и русским. Внучка Аня теперь учится в татарской гимназии. Я думаю, что нужно разговаривать под нему, даже если... ну хотя бы разговаривать. Если не грамотик, то разговаривать. Я разговариваю с бабушкой и с дедушкой по-татарски. Ну, иногда с подругами. Выбор учебного заведения осознанный. Вся семья Юнусовых разговаривает на татарском. Для них это необходимость. Вообще языки знать, это большая кладезна. Ну, как так? Ну, живу я здесь в Татарстане и не знаю татарский язык. Знаю, говорю и люблю. Столько схожих слов. Чувашский язык, он такой звучный, татарский такой, сильный. Вера Михайловна и концерты вела на трех языках. Она уверена, чем больше человек знает языков, тем конкурентно способнее он как работник, тем богаче духовно и человечнее как личность. Знание языка – это такая весовая категория. Здесь ничем его не измерить. Это мир без границ. Базарбай и Булганай Бекчентаевы родились в Китае. Приехали в Казань шесть лет назад, как говорят, по зову сердца. Точнее, на историческую родину приехал Базарбай, а следом привез свою красавицу-супругу, чьи корни из Казахстана. Свадьба их прошла в четырех городах Китая. А вот объясниться в любви на татарском Бекчентаевы смогли только здесь. Знали английский, китайский языки, свой родной познали в Татарстане. Знали английский, китайский язык. В Казахстане я очень люблю, а я не знаю, как вы хотите это. Но я не знаю, что это. Полилингвы скоро станут полиглотами. Впереди изучение русского языка. Для студента-консерватории и преподавателя китайского это важно. Они живут в Татарстане, и свою жизнь в дальнейшем связывают только с ним. Языки – это ключ к мудрости, уверен Базарбай. На двоих у Бекчентаевых три родины – Китай, Казахстан, Татарстан. Языков родных тоже три. Светлана Спирина, Роман Безменов, Хамит Шансиев. Семь дней. На этом мы завершаем программу. Как сказал один из крупнейших философов 21 века, австриец Людвиг Витгенштейн, «Границы моего языка являются границами моего мира». Помните об этом. Помогайте детям расширять границы мира. Татарский язык – это целый мир. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие семь дней. В студии Лейлы Латыпова. Уже ноябрь. Озявший и печальный, но все еще хранит в себе тепло. Действительно, на следующей неделе будет довольно тепло, но без осадков не обойдется. Жители северо-востока Татарстана ожидают пасмурная и сырая погода. В понедельник ночи плюс три, днем до семи тепла. Пройдут дожди. К четверку температура понизится. Ночи минус два, днем плюс один. Выходные переменные облачность и без осадков. Ночные температуры до шести градусов ниже нуля, днем около нуля градусов. На юго-востоке республики пройдут дожди, местами сильные. Временами выпадет снег. В начале недели температуры плюсовые, до пяти градусов. В четверг небольшой минус, до трех градусов. Выходные осадки не ожидаются. Ночи минус шесть, днем один градус мороза. В центральных районах также без осадков не обойдется. Местами пройдут сильные дожди, временами со снегом. В понедельник и во вторник будет тепло. Ночи около пяти градусов, днем до семи тепла. В среду температуры начнут понижаться и в четвергу минус два. Выходные без осадков, ночи минус четыре, днем около нуля. На юго-западе в понедельник без осадков. Ночи плюс два, днем до шести тепла. В среду пройдут дожди. В четверг временами снег и подморозит до минус двух. В субботу и воскресенье переменные облачность. Ночью до пяти мороза, днем около нуля. На северо-западе и в Казани пройдут дожди. Местами снег с дождем. В понедельник плюс пять, к четвергу подморозит до трех градусов. В пятницу около нуля. Выходные без осадков. Ночи минус восемь, днем до одного градуса ниже нуля. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова